После, мой телефон запросил перезагрузку. Но я хочу попробовать себя снять в этот ТикТок и посмотреть, что из этого получится. Я знаю, это очень... Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Оллинс, и бро! Сразу же, просто сразу же, бери и подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду! Ведь в виде древней Суприм-банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! А я как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами! Поэтому давай в свою руку и подписывайся на канал! И я тебя вытащу, вот именно! Ты подписался, теперь ты в нашей крутой Суприм-банде! И, бро, сейчас я должен нам кое-что рассказать совсем не весёлое. Вчера ночью мне было очень скучно. Я не помню, какое было точное время, но это уже точно было где-то после 2 часов. Может быть, даже 3 часа ночи. Я не помню точно, но... Блин, это явно была ночь. Мне было скучно, я не хотел спать, у меня почему-то была бессонница. Я решил посмотреть смешные видео в Ютубе. Всё было хорошо, я смотрел смешные видео с интернета. А потом мне в рекомендованные кинулись смешные видео из ТикТока, Мюзикли, Лайка. И я решил их посмотреть. И, блин, после просмотра этого видео, мне стало интересно, ли реально в ТикТоке происходит такой дебилизм, что все вот так вот дурачатся. И я решил его скачать. Я зашёл сразу же в Play Market и увёл в ТикТоке и скачал первое. Меня немного насторожило то, что там ноль скачиваний. Но я подумал, что это может быть просто багануться мой телефон или багануться в Play Market. Всё возможно, поэтому я просто решил скачать. Программа, кстати, скачалась довольно быстро. После, мой телефон запросил перезагрузку. Я скажу сразу, я не всегда даю разрешение на перезагрузку, потому что в большинстве случаев это какой-то байт, лохотрон. И я не особо даю перезагрузить свой телефон каким-то приложением. Но в этот раз я почему-то захотел перезагрузить. И я нажал на кнопку перезагрузить. Окей, банда, всем привет. И сейчас... Сейчас три часа ночи. Твою мать, ровно три часа ночи. Я не знаю, почему я всё ещё не сплю. И нахер я вообще скачал этот ТикТок? Но блин... ТикТок попросил перезагрузку моего телефона. И как только я его перезагрузил, я увидел сразу же, что значок ТикТока был изменён. Он был не такой, как изначально. Я вам серьёзно говорю, просто посмотрите. Твою мать, он с красным оттенком. Как будто там кровь. По раннему моему опыту я знаю, что такие приложения лучше вообще не открывать. Потому что мало ли что там может быть. Это просто жесть. Как же он жутко вы... Банда, я вам отвечаю. Я вам клянусь, я ничего не нажимал. Оно само запустилось. Загрузка ТикТока? Твою мать. Это и есть этот ТикТок? ТикТок? Офигеть. Что, блин, с ним не так? Ух, после того, что я увидел, у меня просто отобрало до речи. Я просто не мог говорить. Хорошо, что я записывал экран. Теперь могу вам показать то, что там происходило. После перезагрузки ТикТок запустился сам. Я уже понимал, что будет что-то не так. И сразу же включил запись экрана. Сразу же началась загрузка ТикТок. Это выглядело очень страшно. Значок ТикТока был окровавленный. На нем виднелись брызги крови. Интересно, с чем это было связано? После перезагрузки меня сразу же кинуло на главную. И там приложение мне начало предлагать популярные видео. Вся страница была в темно-красных тонах. Это было совсем не похоже на обычный ТикТок. И началось воспроизводиться видео. Я был напуган. Ведь то, что я видел на экране, не мог сделать обычный человек. Странно еще то, что и просмотры не показывало. А значит, что их там не было. И я единственный, кто видел это видео. То существо, которое было на экране, обращалось ко мне. Она что-то говорила, но я ничего не понимал. Я не могу поверить то, что это кто-то из людей. Ведь выглядит это очень правдоподобно. Как будто реальное существо разговаривало со мной. Я нажал на главную и видео обновилось. Теперь передо мной было не менее ужасное существо. Мне казалось, что это кто-то из ада. А звуки на фоне это прям подтверждали. Вы только вслушайтесь. От этого у меня аж пробегали мурашки по коже. Я просто не знал, что делать. Я пытался выйти из приложения, но ничего не получалось. Оно все равно продолжало работать. Это было совсем не похоже на то, что я видел видео на ютубе. Мне было очень страшно. На часах было ровно три часа ночи. Возможно это было как-то связано. Но тут у меня видео переключилось само. Передо мной стояла странная девушка. Она смотрела на меня и начинала танцевать. По экрану постоянно шли помехи. Я не мог отвернуться от нее. Она как будто держала меня под гипнозом. И она постоянно повторяла свой танец. От этого ужаса просто пробегает мурашки по коже. Этот тикток совсем отличался от настоящего. Здесь не показывалась играющая музыка. На всех видео не было просмотров. И не было вкладки поделиться. Я не могу никому скинуть эти видео. Их мог видеть только я. Это все реальные люди? Почему они такие страшные? Я подумал. Почему бы мне не записать видео самому? Посмотреть что из этого получится. Окей банда. Я знаю. Возможно я делаю сейчас просто глупейшую ошибку. И самое дебильное что только мог сделать. Но я хочу попробовать себя снять в этот тикток. И посмотреть что из этого получится. Я знаю. Это очень дебильная затея. Но ведь интересно что с этого будет. Вы просто не представляете как мне сейчас страшно нажимать на эту вкладку снять видео. Окей давайте нажмем. Это я? Камон. Охренеть. Соответственно. Удалить? Это, блин, реально я? Не чё. Охренеть. Holding at. Соответственно. The fuck. Вот the fuck. Удалить. Нофигету. Удалить. Просто выключите телефон. Что? Я просто в шоке. После того как я выключил камеру tyckerolinа я взял свой телефон который я откинул и. Я включил его. Тикток был ещё не удалён, потому что мне нужно было сохранить то видео и дать ему какое-то название. Но что я только не нажимал, всё равно получилась только шестёрка. Я нажимал просто на все буквы, всё равно была шестёрка. Я нажимал на саму шестёрку, была шестёрка. И максимальное число, которое я мог ввести, это 666. И всё, три шестёрки. Я просто не знаю, как на это реагировать. Это так жутко. Когда утром я проснулся, я подумал, что это мне просто приснилось. Я включил свою камеру, я открыл свой телефон и посмотрел записи. И это всё было правда. В смысле? У меня на телефоне остался тот самый ТикТок. Он ещё не удалился? Это обычный ТикТок, алё. Так, стойте, а записи остались? Записи есть. Но ТикТок, который у меня сейчас на телефоне, уже не тот. Он уже обычный. То есть тот я больше не вернул? Блин. Да что с этим миром вообще не так? Как вы видите, с этим ТикТоком явно что-то не так. Сегодня утром, когда я зашёл в сам ТикТок, оказывается, я его не удалил, или он как-то сам не удалился. Это был обычный ТикТок. Не было даже никаких следов на тот самый мистический ТикТок, который был у меня ночью. Остались только записи. И похоже, что я уже никак не верну тот ТикТок. Да и хорошо, что я больше его не верну. Потому что на тот ужас смотреть просто больше нереально. А если честно, бро, мне всё ещё как-то не по себе после того ТикТока. И меня не покидает то чувство, что лучше бы я его даже не скачивал. А возможно, я именно из-за этого не спал той ночью. Потому что я должен был это увидеть. Это просто такая жесть. Я не знаю, что на это сказать. Окей, бро, на этом нужно закончить видео. На это всё, бро, с тобой был Сергей Олнез. И, бро, поставь лайк, ведь тебе тут всего-то каких-то 2 секунды. Бро, давай, ну всего-то 2 секунды, чтобы поставить свой царский лайк. Эй, бро, подписывайся на мой инстаграм, ссылка в описании. Остану специально для тебя. Или же где-то на экране, или же будет где-то визитка. На которую ты просто будешь навести свою камеру из инстаграма. И всё, ты найдёшь мою страницу. Но, бро, подписывайся на мой инстаграм, если не боишься увидеть страшные фотографии. А если боишься, бро, то просто пиши мне в директ. Я отвечу именно тебе. Да-да, бро, и всех тысяч человек, я отвечу именно тебе. Просто я отвечаю всем своим, бро. Эй, бро, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супрем-банту. Ведь при всё время супрем-банта будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Но, бро, я же вижу, что тебе не нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал. Эй, бро, вот, вот, коммент из-под прошлого видео. Господи, какие же они идеальные Если бы я мог, я бы обнял каждого из этих комментариев Эй, бро, не расстраивайся, ты тоже можешь подать следующее видео Всего то, что тебе нужно, это нажать на лайк, колокольчик А затем просто оставить свой комментарий Всего то лайк, колокольчик и всё, ты уже в следующем видео Мой про комент не забудь Бро, лайк, колокольчик нужно обязательно Потому что это главный билет ко мне в видео Поэтому жми лайк, колокольчик, оставляй свой комментарий И если под твоим комментом нет никаких комментов, ты подашь следующее видео Вот такой вот праздник и билет Оставайся, ты гибешь шикарный, бро, пока!